Всем привет, мои хорошие! С вами Светлана и начинаем сегодня с вами новый влог. Будет много интересного. Итак, поехали! Многие девчонки просили отзыв на активную сыворотку с коллагеном Фаберлик. Знаете, мне пока очень нравится. 10-75 артикул. Вот после обычного привычного утреннего ухода наношу и вечером тоже. Только здесь, знаете, вот прям чуть-чуть, потому что она достаточно жидкая и она прям дозатора никакого нету. Вытекает. Да, вытекает. Распределяется хорошо и впитывается моментально. По ощущениям еще. Какие ощущения? Знаете, упругой, свежей, потянутой кожей. Мне прям очень нравится. Все, она впиталась. Поначалу есть легкая липкость, а так она практически полностью впиталась. Так, дальше. Что мы с вами будем делать? Мы будем делать с вами макияж, новый оттенок теней и тинт. Расскажу поподробнее про тинт. Из палетки Глэм Тим подвожу нижний век всегда вот этим вот оттенком, поэтому, видите, он почти доизрасходован. Таким образом. Вот этот оттенок теней с клеем из заказа Крестюшка будет нам подпевать. Понравился. Вы знаете, он действительно как хамелеончик такой интересный, но им действительно можно напачкать век, особенно если она у вас новейшая, можно перебарщить. Вот поэтому с такими оттенками тауп и так далее я сейчас очень аккуратно. Так. Все, нижнее веко подвели. Я покажу вам потом при естественном освещении. Здесь освещение не очень, мягко говоря. Так, все. Значит, где наши тени? Наши тени в оттенке 58-78. Берем с вами кисть. Вот так они выглядят. То есть они такие вот, с ними очень аккуратно, надо при новейшем веке. Прям аккуратно-аккуратно. Можно нагрязнить. Сейчас посмотрите, как они выглядят. А так сияние очень красивое, равномерное сияние, в зависимости от освещения, прям вот красиво переливается. Но прям аккуратно. Я с ними стараюсь не перебарщивать, а прям немножко, иначе будет века грязным выглядеть. И при естественном покажу сейчас, когда макияж я делаю. По поводу туши Miss Curl, она еще не раскрасилась, конечно, но я для себя определенно сделала вывод, что я люблю больше фест-класс. Вот. От нее эффект круче. Растушевываем все аккуратненько. Видите? Такой вот отлив, который может сделать ваш взгляд печальным. Скажем так, видите? То есть он такой серо-сереневатый. Поэтому с ним аккуратно. Не заезжаем туда, куда не нужно, чтобы наши глазки выглядели. Ксюшка, ты там завтракаешь? Можешь дверь закрыть, если хочешь прикрыть. Так, поехали дальше. Я немножко разбавлю его сейчас 58-76. Это вот самый классный оттенок, когда спрашивают, что у меня на веках. Это именно он. Он светленький, он красивый, он здорово переливается, он смотрится естественно. Естественно, на внутренний уголок глаза, заходя и вот сюда, свежести придает взгляда. Потому что эти тенюшки, они такие, да, грустно-печальные. И вот так. Вот. Можно вверху. Под дровкой пройтись. Дальше карандаш. Сейчас вот пользуюсь прям только им. Это у нас с вами Фаберлик. Смотрите, вот уже сколько сточила. Оттенок коричневый 56-52. Очень нравится. Не размазывается, никуда не одевается, все отлично. Я прорисовываю им межресничку. По этим теням он, кстати, рисует очень плохо. И пока он нарисует хорошую линию, она получается такой максимально естественной. Готово. Только межресничка. Ну, давайте возьмем с вами тушь. Есть Керл, что ли? Потому что фест-класс уже отправлять буду в пустые баночки. У меня все туши в коричневом оттенке. Что фест-класс, что мисс Керл. Мисс Керл это прям кто любит естественные реснички и очень хорошее удлинение, разделение и полное отсутствие паучьих лапок. Тушь позволяет наслаивать себя миллионы раз. Просто миллионы раз. И ничего не будет ни паучьих лапок и практически не будет склеивания. Она классная, действительно. Она подкручивает, действительно подкручивает. Кисточка у нее такая изогнутая, да? Я знаю, у многих была тушь в любимчиках, которая у меня была тоже, в малиновом флакончике. В таком бордовом-малиновом, да? Ее сняли, ее нет. Вот если вы ищете замену, пробуйте фест-класс и мисс Керл. Обязательно что-нибудь из этих двух тушей вы себе подберете. Так, готово. Видите, лицо в свете искусственных... Пристюш аккуратно. Софитов поблескивает от сыворотки. Это нормально. Антивозрастное тесто так себя ведут. На ощупь оно никакое. Не жирное, оно напитано, оно гладкое, оно прекрасное. По поводу тинта. У меня в оттенке 465-01. Да, но он во флакончиках весь смотрится приблизительно одинаково. Производитель нам заявляет, что его стирать не нужно. То есть мы наносим и можем даже наслаивать для яркости, да? И можем даже, похлопывая пальчиками, только очень быстро создать эффект целованных губ. Давайте попробуем зацелованных губ создать эффект, да? А если вам сильно, то можно, конечно, потереть, мне кажется, как бы, ну, без разницы. Если вам сильно много пигмента. А по стойкости, то есть он постепенно сходит целиком с губ. Ну, прям вот, ну, часов 5 точно держится. И перекус выдерживает. То есть пигмент остается на губах. Он остается до глубокой ночи. Я даже когда снимала макияж, провела мицеллярной водой с диском, да? У меня диск немного окрасился. То есть, в принципе, весь день какое-то количество пигмента, оно определенно держится на губах. Поэтому у кого губки бледные, много девчонок таких. Это бывает, это бывает генетически, это бывает природно и так далее. Мне кажется, вещь классная. Так, давайте, зацелованные губы рисовать. Как интересно. Ну, у меня не получится, скорее всего, эффект зацелованных губ. Но посмотрим, потому что татуаж. Не, вообще зацелованные губы как рисуются? А по центру мы с вами только мажем. Я взяла и контур прорисовала. Но мы просто выйдем за контур, вот так попробуем. Неплохо. Ну, не скажу, что оттенок прямо не нравится. Я считаю, все три оттенка теперь неудачными. Но это более-менее. Потому что те, которые дают в розовый-сиреневый, а другой какой-то вообще очень странный, я точно не взяла бы. Но этот еще более-менее. Он такой вкусный, вот такой сладенький. Я Ксюша когда пробовала, здесь вроде как компоненты в составе классные. Все как бы природное, все здоровое для некой цикле. Поэтому Ксюшке тоже дала попробовать. Ей понравилось. Она говорит, ну, так вкусненько. Облизали, ничего не сошло, да? То есть вот слегка придали пигментации. Но для такого тента у меня должен быть приглушен макияж глаз. А к вот этим теням он вообще не подходит. Поэтому я вам показала, рассказала, как он работает, как он держится. Но я поверх него сейчас на сегодняшний макияж положу другую помадку. 454, не знаю, есть ли она в наличии. Нет, не ее. Или ее. Ее, наверное. Что-то я ее повредила. Повредила. Повредила помадку. Красивый оттеночек такой. Освежающий. Мы сделали татуаж, поверх положили другую помаду, да? Вот так. Все, у нас с вами сегодня будет обзор одной интересной штучки. Сейчас мы поедем как раз в офис Дек ее забирать. И все вам покажем. А рассказать, что хотела вам про волосы. Вспомнила, почему мне не нравится вот этот спрей салонки. И в принципе, почему я от этой всей линейки отошла. Это несмываемый кондиционер Мисс, восстанавливающий и увлажняющий умный кератин. 78-76 артикул. Вспомнила и поняла, потому что он пушит. Мне вся эта серия пушит волосы, пушит кончики. То есть, создается эффект просыпчатых волос. Живых, все хорошо, но пушит. А мои волосы любят силиконы. Любят, чтобы кончики были сглажены. А когда ты укладываешься, в первый день как бы все нормально. А когда ты поспишь, все, ты встаешь и у тебя все кончики распушены. Поэтому нет. Поэтому я от этой линейки именно отошла. Из-за этой вот пушистости, которая мне не нравится. Я знаю, многие девчонки этот продукт любят. Мне не зашло. Так, теперь по сыворотке. По сыворотке Эксперт. Вот эта зелененькая, ее тоже многие любят. Пока все нормально. Два раза уже с ней укладывалось. Артикул 18-97. Думала, она в стекле нет в пластике. 18-97. Вот эта зелененькая. Что мы будем сейчас с вами делать? Мы будем ее на ручку выдавливать. Она такая жиденькая. Не скажу, что прям маслянистая. Она такая жидковатая. И распределять на кончики. И таким образом сушить. Пока ничего нормально. Хотя бы они не пушатся. Два раза я сушилась. Мне надо хотя бы раз 3-4, чтобы распробовать. И сейчас я недели две вообще не пользовалась феном. И тоже эту сыворотку применила без сушки феном. Тоже результат был нормальный. Как следует на кончики нанесу. И все. Сейчас посушусь на брашинг. Хаберликовский тоже. И покажу вам результаты при дневном свете. Макияж. Волосики сразу становятся мягкие. Прямо вот сразу. Если линейка соломки умный кератин, этого не замечаешь. Потому что никаких силиконов нет. Эта линейка, по-моему, даже подходит тем, кто делает ламинирование волос. Насколько я знаю. А эти прям сразу гладенькие. Как бы все отлично. Такие прям плоснящиеся, блестящие гладенькие. Здорово. Если она мне зайдет, будет постоянный продукт. Ну что, я сушусь. Ну вот и все. Волосики живые, классные, блестящие. Сейчас я вам покажу еще макияж. Вот как смотрятся тени. Тушь такая максимально естественная. На солнышке блестят. Солнышко, ты где? Вот так. Ой, волосики такие живые, классные. Мне пока нравится эта сыворотка. Она неплохо работает, хорошо сглаживает кончики. Все в этом плане отлично. На солнышке. Сейчас еще покажу. Вот так. С вами посылочка с Алиэкспресс. Очень интересная, девчонки. Это портативный пылесос. Мини-пылесос. Для всяких труднодоступных мест. Очень интересный на самом деле бренд. Очень интересный товар. Сейчас распакую и все покажу. Выглядит коробочка. Вот так называется бренд. Он на самом деле очень трудный к произношению. Ми-у-у-у-у. Что-то типа того. Запоминайте. Но я вам ссылку обязательно оставлю. Интересная такая вещь. И он у нас с вами беспроводной. Он у нас с вами заряжается от сети. У него встроенный аккумулятор. Давайте скорее открывать. Смотрите. Вот информация. Кстати, это единственный маленький пылесос, у которого головка вращается на 360 градусов. Больше таких нет. Только у этого бренда. Шесть. Шесть чего? Сейчас все посмотрим. Так, батарея. Встроенная у нас с вами. Щеточка. Для чего взяла? Для труднодоступных мест. Для машины. Для клавиатуры. Для дивана. Потому что его роботом-пылесосом, скажу, я вам не очень удобно. Он у нас часто засоряется, особенно в местах. Ладно, сам диван я могу роботом-пылесосом пропылесосить. А вот эти вот стыки, да, диван, где вот тут ручка, туда мусор частенько западает. Вот для таких вот мест, для всяких. Да, именно приобрела. Коробочка у нас такая выдвижная. Здесь у нас инструкция. Сейчас посмотрим, есть на русском или нет. О, так, есть. Слушайте, это огромный плюс. Все отлично. На русском есть супер. Будем знакомиться. Так, сам аппарат. Он достаточно легкий. По-моему, 281 грамм весит. Но в то же время это не такие маленькие пылесоски. Да, это нормально такой по размеру. Так, все. Здесь у нас, наверное, зарядка в коробочке. Да, с вами входит в комплект инструкцию. Покажу, кому интересно. Мощность аккумулятора, он достаточно мощный. Он прям, я бы сказала, мощный. Да. Так, вот у нас сам пылесос. В руки держать удобно. Здесь у нас, по идее, должен доставаться вот фильтр. И он хорошо промывается. Да, такой обычный классический фильтр. Зарядка. Type-C. Да, Type-C. Так, вот у нас такая насадка щеток. Вот такая вот интересная. Вот у нас насадка такая, как бы, трубочка, да? Всасывать пыль, чтобы вот хорошо как раз между диваном именно вот такой будет. И хорошо в машине будет вот эти вот, как их называют, девчонки-решеточки всякие. Пылесосить тоже здорово. Я его полностью заряжу, да? Так, где у нас с вами разъем? Вот разъем под зарядку, вот кнопка включения. Ага. Посмотрим. Интересно. Ознакомлюсь с инструкцией пока. Заряжу и все вам покажу. Пауэрбэнк у нас всю неделю электричества нет. Вот мигает синяя кнопочка. Сейчас посмотрим, до какого времени нам надо его заряжать. У нас, представляете, электричества нет всю неделю. Два дня с 11 часов до пяти вечера. И два дня или три, даже с 9 часов утра до пяти вечера. Вообще, ремонтные работы какие-то у них там профилактические. Хорошо, пауэрбэнк есть. Коберлик. Указала вам одну деталь, собственно, самую главную. Она с фильтром. Так что это у нас в комплекте был запасной фильтр. Это здорово. Заряжаем. Заряжаем мы до тех пор, пока индикатор не будет гореть постоянно синим. То есть не мигая, как написано в инструкции. Я собрала. Собрала. Вот здесь у нас до щелчка с вами прикручивается верхняя часть и насадка. Вот про что говорилось. 360 градусов. Сейчас я вам покажу. Одной рукой неудобно. Вот. Видите, как она вращается. То есть можно так. Можно вот так. Потом эту насадку с вами. Опачки. Сейчас одной рукой неудобно. Девчонки, вытаскиваем. И ставим вот эту. Тоже очень удобно. Сейчас покажу. Вот эта насадка удобна, что есть поворотный механизм. То есть в труднодоступных местах мы можем повернуть так, мы можем повернуть так, мы можем вытащить насадку. Так вот, до щелчка она тоже вставляется. И мы можем повернуть и сделать вот так, что делает использование очень удобным. Я уже прошлась много где. Мне нравится, я попробовала надевание. Он очень мощный. Мощность переключается кнопкой включения. То есть сначала мы с вами зажимаем кнопку и удерживаем. Он включается. Потом один раз быстро нажимаем, переключается на высокую мощность. Всасывает очень сильно. Я приятно удивлена товаром. Я сейчас покажу вам, где я его применяла и как его можно применить. Сейчас покажу, как он звучит у нас с вами. Спасибо. 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 И после высокой мощности, это я проверила. Перед всасыванием показать вам. Один раз нажимаем, он выключается. Где я уже попробовала? Я попробовала на диване. У нас кот вот тут постоянно спит. Здесь шерсть идеально собирать. Слушайте, и этой, и этой насадкой. Ну, вот этой по дивану лучше. Где еще его можно применить? Господи, да где угодно. Всякие труднодоступные места. Мебель. Я пошла сейчас, попробовала его. Вон там вот, где балкон, где дверь закрывается. Вот это узкое место, там всегда собирается пыль. Прекрасно, просто идеально. Потом, что еще можно? Можно сверху, допустим, наличники пропылесосить. Там часы сверху, люстру пройтись. Ну, в общем, где, да, малыш, где неудобно, там вот это можно пройтись. Я приятно удивлена мощностью. Серьезно. Он прям мощный-мощный. Это такая удобная штука. Слушайте, я прям вообще в шоке. Смотрите, я совсем чуть-чуть прошлась по дивану и возле балкона. Смотрите, сколько я нас собирала. Обалдеть. Фильтр вот тут, кстати, находится. Он очень легко вытаскивается. Вот такой вот мощный агрегат. Какие-то порожки, стыки. В общем, для таких вот мест прям вообще классно. Такая вещь полезная в доме. Я прям безумно рада. Я даже не ожидала, что он будет настолько мощным, настолько удобным в эксплуатации. Поэтому мне понравился. У кого есть такие мини-пылесосы, девчонки, рассказывайте, как, где применяете и так далее. Я думаю, я найду кучу мест просто для его применения. Балкон, рама. Вот у нас ездящая рама, да, не открывающаяся. Даже открывающаяся между рамной и вот эти вот пространства, да, где подоконник. Там вот это все, вот этой штукой прям. Там всегда собирается от деревьев, там всегда собирается пыль уличная. Прям, мне кажется, вообще будет удобно на подоконниках собрать, там пыль какой-то и так далее. Ух, это прям все. Сейчас Света погнала, короче, убираться. Гениальная задумка на самом деле. Так, ну а маски Фаберлик новой мы тогда с вами в следующем влоге потестируем, да. По парфюмерии новой, да, из последнего заказа. Вот я не взяла розу, а многие девчонки говорят, что роза похожа как раз-таки на императрицу. У нас нет цвета, девчонки, еще раз напоминаю. Поэтому так не очень светло. Вот, наверное, я зря не взяла именно розу, которую я терпеть не могу в парфюмерии. Но девчонки сказали, что там роза и вообще не пахнет. Просто не пахнет, и заказ опять под императрицу. То есть, получается, как зеленый парфюм, но зеленый парфюм восточный вот этот заказ под императрицу тоже у меня есть. Поэтому, ну как бы, розу я так и так не стала бы брать. А жасмин и третий парфюм. Не хочется на себе носить, честно, ни один, ни второй. Вот не хочется, нет, я их не буду носить. Я их задарю, если кому-то он понравится, конечно, я их задарю, отдам просто так. Девчонки, будут какие-нибудь гости приходить. Если кому-то надо, будет, отдам. Мне на себе носить неприятно. Стойкость парочку часов, троечку, вот так вот. И остается вот эта неприятная база. И в одном и втором парфюме мне вообще не понравилось. Поэтому вот такие мои отзывы на новиночки. Ссылку на робот, на робот, на пылесос оставлю под видео. Вообще штука классная, девчонки, зашла вот, ну ура. И ссылку для регистрации Фоберлик тоже оставляю под видео. Если вы еще не зарегистрированы, проходите, регистрируйтесь. Я с вами обязательно свяжусь, будем общаться, помогу, чем могу. Всех люблю, целую, всем пока-пока. Продолжение следует...